Ночные фейерверки еще напоминают нам, что только-только закончился праздник Хэллоуин. У меня остались две вырезанные тыквы. Сейчас я вам покажу, как жители Нессы и окрестностей избавляются от них. А приехала я на территорию детского сада, у которого есть своя ферма. И привезла тыквы эти, которые у меня стояли у входа. Тоже оставлю их здесь. Смотрите, здесь яблоки привозят, падалицу. Тыкв очень много, даже целые тыквы стоят, которые служили декорациями. Я, конечно, свои тыквы хорошие не привезла. Мы их будем есть, мы их будем готовить, мы от них будем избавляться по-другому. А вот вырезанные я здесь оставлю, оставлю без пакета. Этими тыквами кормить будут свиней, которых здесь много. Вот, видите? Видите, какое здесь чудо ушастое? Нет, я вам не дам, вам хозяева дадут эти тыквы. Видите, выпрашивают. Пока стояла, разговаривала, ослики пришли. Они здесь такие все дружелюбные. Эти там хрюкают, создают фон сзади. Обещают очень дождливую погоду чуть позже, поэтому я с утра пораньше, пока солнышка и ветра нет. И гуси бегут тоже сюда. Свиньи здесь, овцы здесь. Ослики здесь, в этом садике. Садик называется Желудь. Еще вот такая порода свиней здесь есть. Видите, тыкву жует, нажевывает. А я пойду дома тыкву готовить свою. Празднование Хэллоуина завершилось, и пришло время использовать тыкву. И сегодня я буду готовить тыквенную запеканку, или проще сказать, тыквенник. Именно так называла это блюдо моя бабушка. А понадобится мне всего лишь три ингредиента. Это тыква, яйца и немного соли. Приготовление запеканки я начну с тыквы. Так как тыква у меня достаточно большая, я использую лишь половину. Нарезаю ее и чищу. Очищенную от кожуры и семечек тыкву я начинаю нарезать кубиками в кастрюльку. Тыкву я порезала, сейчас залью водой и поставлю на плиту. И чтобы вы представляли количество, эта кастрюлька у меня 5-литровая. И тыква занимает примерно 2 трети ее. Так, вода закипела. Сейчас я убавлю плиту. Накрою кастрюлю крышкой. И вариться тыква будет у меня 30 минут. Так, таймер сработал, 30 минут прошло. Сейчас я воду сливаю, плиту выключаю, воду сливаю. И оставлю остыть немножко тыкву, чтобы лишняя жидкость выпарилась. Тыква немного остыла. Сейчас я погружным блендером ее... Так, в получившуюся массу я буду добавлять яйца. Добавляем 6 яиц и солим по вкусу. Огнеупорную форму я смазываю растительным маслом. Края смазываю обязательно. Так, и получившуюся смесь выливаю в форму. И теперь она идет в духовку. При 180 градусах будет запекаться 40 минут. Вот такая запеканка у меня сегодня получилась. Запекалась почему-то 50 минут, а не 40. Кому нужно больше корочку зажаристую, можно до часу подержать. Вот такая пышная запеканка получается по этому простому рецепту. И невероятно вкусная. Есть мы ее будем уже после тенниса. У нас сегодня соревнования. Рецептов из тыквы очень много. Десятки рецептов. Кто-то добавляет рис, кто-то добавляет творог. Но здесь только яйца. Быстро и просто. Мы сегодня в Дублине, в Ротмайнс. Приехали на соревнования по теннису. С утра был очень сильный ветер, ливень. Думали отменят соревнования, но не отменили. Дождь прошел, выглянуло солнце, но ветер по-прежнему очень сильный. Я не знаю, как сегодня они будут играть мячом. Как будут бить им. Ну, посмотрим, поглядим. Мы, кстати, в этом теннисном клубе впервые, да, Кирилл? Да. Да, на первый раз в нем. Ну, папа уже заплатил за парковку. Парковка здесь везде платная. У нас еще полчаса, полчаса у нас еще до соревнований. Рассказывается история клуба. Родители все сбились в кучу в здании клуба внутри, потому что на улице очень холодно и ветрено. Здесь выставлены кубки. Вот что самое интересное. Вот эта старая ракетка в чехле. Вот такие чехлы раньше были, судя по всему. Ракетка Карл Мак Кохан. Мак Кохан. Раритет. Еще одна ракетка. Размером не знаю, для кого она. А ну-ка, Кирилл. О, огромная. Кирилл, кстати, первую игру выиграл. Не знаю, каким чудом, потому что мячик все время сдувало. Вот такие угощения. К людям приготовили. Что там? Не знаешь? Спасибо, скажи и пойдем. А у нас чего-то. Заехали мы после тенниса в Бургер Кинг. Мы сюда редко заезжаем, потому что Кирилл... Нет, там сядем. Потому что Кирилл ест бургеры без сезама. Как сезам-то по-русски? Без кунжута. Да, у него аллергия на кунжут. Нам сегодня пообещали сделать бургер чистый, без семечек на булочке. Ну, посмотрим. Да, Кирилл? Что это надо? Попробуйте. Все голодные, все замерзли. Будет чудом, Кирилл, если ты не заболеешь сегодня. Голодно было играть в теннис? Как вкусно. Попробуй. Я не хочу. Я не люблю. Попробуй. Я не люблю софт-дринк. Что ты взял? Питч. Это питч. Она вкусная. Правда, вкусно? На лимонад похоже, да? Вкусно. Правда, вкусно? Это питч. Персик. 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 Я буду в Опер. Тысяча калорий. Сразу дневная норма почти. Да, 138 калорий. Да. А булочку нам дали все-таки с сезамом. Отнесли. Мы сейчас переделаем новый, сделаем бутерброд. Новую булку. С сыром и с котлетой. Ты куда? Вот. Все тебе положили. И сыр. О, довольный. Да такой большой тебе сделали, Кирилл. Больше, чем тот, да? Вкусный? Спасибо. Спасибо. Купили новую настольную игру. Сегодня вечер у нас будет занят. Томный. Томный вечер, да. Скучная какая-то эта игра называется. Риск. Скучная. Саудавская я буду. Давай, бей. Папа, это тебя или? Меня бьешь. Я вас зовут скандинавию. Ну, кидай, папа. Убирай. Я пока проигрываю. Я ставлю. Свободен, оба убирай. Одну пока. Почему? Одну, потому что ты только одну шестерку выиграл. Все, я карточку получаю. Не-е-е. Как надо. Пока. Пока. Пока.